Опа! Привет! С вами доктор Влад, у нас плюс один, с учетом ветра минус один. Ну давайте, какие новости? А, комментарии тут пишут. В Перми из-за выпавшего снега случился коллапс. За три неполных дня выпала почти трехмесячная норма снега. Это в Перми. И то же самое в Питере там творится. Я вот тоже где-то видел. Ну что-то уже потерял. Ну тоже снегом все. Вот, да. У нас в Питере снег свирепствовал вчера. Все засыпано. Вот так. У нас, ну снег выпадал, но так как-то. Растаял нафиг. Остался только собачьими следами, грязью вернее, вот на полу. Каждый день приходится мне полы протирать. Так, ну хорошо. Новости. Вот новость интересная. Реутерс передает. Ряд стран Евросоюза предприняли дипломатический демарш. После слов Макрона о гарантиях для России. Макрон опять тут разразился. Гарантии нужны для России. Вот я посмотрел, что был за демарш такой. Вот послушайте, что был за демарш. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А, решил ко мне лезть, ты засранец, вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Ну, вам все понятно, да? Хорошо. Так, дальше. Генеральный секретарь Совета Европы призвала Россию выполнять постановление ЕСПЧЕ. ЕСПЧЕ. Это Европейский суд по правам человека. Да, господи. Так, новые санкции Евросоюза должны ударить по пропагандистам. Опа, в девятом пакете фигурируют Никита Михалков, Григорий Лепс, Дмитрий Гоблин, Пучков, ведущая Первого канала Марина Ким, а также Сергей Михеев, Царь Града и Борис Корчевников с России 1, сообщает издание. Вот так их и надо, конечно, а как их еще? Да, смотри-ка, что. Я даже вот тут, вот так. Так, это что, это Дойче Войле передает. Так, пожар в стройпарке произошел с высокой долей вероятности из-за неосторожного курения. Это что за стройпарк? А, в Балашихе, да. Там горело, горело хорошо. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. Так, пожар произошел, еще один пожар. В Каучуковом цехе Нижний Камс Нефтехима. Во как! Ой, уже рыженький пришел. Так. Так, произошел пожар в цехе по выделению каучуков. Выделили каучуки. Да, хорошо. Лукашенко нашел способ поднять зарплаты чиновникам. Вот оно что. Чиновникам. Ну и что, как чиновники? А вот они. Вот это чиновники Лукашенки. Угу. Так. Президент Чехии признался в ошибочном мнении о Путине. Да. Он-то думал. Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Вот. А кто он на самом деле, мы сейчас посмотрим. Так. Вот он. Товарищи Красноармейцы! Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят в Таревской рабочей и крестьянской республике. Капиталистов и капиталистов. И давайте... Вот он какой, оказывается. Так. Дальше смотрим. В российской шахте произошел обвал грунта. В Кемеровской области шахта Шерешекская. Нет. Шерегешская. Так. Что еще? Российского рабочего насмерть придавило упавшим с большой высоты башенным краном. Нифига себе башенный кран упал. Ну и конечно. Это где? В Хакасии. Так. За Волгой у магазина обнаружили и чего? Труп женщины. Это где? В Ярославле. У магазина пятерочка. Нифига себе. Сходила за хлебушком. Бут высказался об участии в выборах. Вступивший в ЛДПР, я вам говорил, Виктор Бут заявил, что пока не собирается участвовать в выборах. А куда он? В президенты? В президенты, наверное. Или... А вот еще он кем хочет стать. Вот этим вот. Выбини его отсюда, подлеца! И расцеляй его там в коридоре! Сволочь такая! Ну понятно, кто это, да? Ныне покойный. Так, Бута, Бута, ага. Про Буту рассказали. В Кремле анонсировали ответ на введение потолка цен на нефть. Песков заявил, что ответ России на введение потолка цен на нефть огласят в ближайшие дни. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ответ, ответ. Ну хорошо, да хрен с ним. Так, что тут еще? А вот Люба пишет из Киева. Так, в подмосковной Балашихе снова горит большой супермаркет. На этот раз строительный. Наверное, там их, ихние вояки из стройбата ракеты прятали. Наверное, да. И вот тут у меня в Подмосковье горит ТЦ. Ну еще раз, да, в Балашихе. Угу. В Балашихе горит. Так. В СУ заявили, что... Это кто такой? Газетка РУ пишет. В СУ заявили, что ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты. А на самом деле, на самом деле спикер ВВС Украины Игнат призвал сбивать баллистические ракеты РФ на месте старта. Да, там уже говорили насчет того, что в Эндельс неплохо было бы Тамагавк запустить. Вот тогда от Эндельса вообще ничего не останется. Так. США пригласят Россию на саммит в Сан-Франциско в 23-м году. И кто поедет от России? Ну, наверное, Навальный, может быть, Гудков в 23-м-то году. Так. Это особенно важно именно зимой. Зеленский попросил Байдена помочь с ПВО. Да, конечно, давайте, помогайте. Так. А это что еще? Соединенные Штаты намерены начать полномасштабную войну с РФ. Давно пора? Так. В Иране заявили о мирном характере сотрудничества с Россией. Ну, Иран. Ну, Иран. Господи. Ну, ладно. Так. Что тут еще у меня есть? Не открывается опять Russia Today. В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Ну, опять долбит. Опять Путин долбит Украину. Россиянам вернут банкноты в 5 и 10 рублей. Как они будут выглядеть? Ну, да. Еще это. Три копейки надо вернуть, конечно. Так. Тропический ливень в декабре. Московские дороги превратились в реки, в реки на Москву. И Московскую область обрушился мощный ливень, который синоптики назвали тропическим. Тропический. Да, вон, обезьяны бегут по улицам. Нет, это москвичи. Ну, разница небольшая. Да, вот еще раз. Подмосковье за полдня выпало более половины месячной нормы осадков. Подмосковье месячное, да. Что еще? Когда... Ох ты! Ох ты! Когда генерала Суровикина ждать у ворот Киева. Да ну, когда приведут под белорученьки. Да. Чего тут удивляться? Так, в Орле при пожаре в многоэтажке эвакуировали 9 человек. Пожарчик в Орле. Так, с 1 января в Тюмени подорожает стоимость проезда на автобусах. В Тюмени есть автобусы? Ох ты! Так, неизвестный сообщил о минировании. В Тюменской области из школ экстренно эвакуировали 6 тысяч учеников. Так, что тут еще у меня? За сутки, за двое суток более ста жителей Саранска сломали руки и ноги. Нифига себе! Флэшмоб, что ли? А, нет, гололед. Гололед на земле, гололед. Так, хит Резника о конфликте на Украине внезапно убрали из новогодних огоньков. Резник что-то сочинил. Ну и убрали сразу. Наверное, какую-то фигню сочинил. Владимир Путин впервые за 10 лет отменил декабрьскую пресс-конференцию. При этом Дмитрий Песков утверждает, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами. Ну, конечно, о чем будет говорить? Уже сейчас совсем нечего говорить. Дальше. Украина защищает свою территорию и не нуждается в лекциях о морали. Так Дмитрий Кулеба ответил на критику предполагаемых украинских атак на аэродромы в РФ. Так. Кроме того, он отметил, что не комментирует происходящее в России. Это в России что-то происходит. Правильно. Он же украинский премьер. Да. Министр иностранных дел Европейского Союза в понедельник в Брюсселе обсуждает новый пакет санкций в отношении России и Ирана, а также дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине. Украине помощь. Конечно. Молодцы. Суд оштрафовал рэпера Оксимарона на 45 тысяч рублей за видео в социальной сети ВКонтакте со словами «Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас Россия развязывает против народа Украины». Ты молодец какой. Молодец, парень. В Санкт-Петербурге министерство обороны объявило сбор музыкальных инструментов для отправки в зону боевых действий в Украине. Об этом в соцсетях сообщает администрация муниципального образования «Гагаринская». Горбошки будут собирать и на фронт, конечно. Так. И еще раз про Балашиху. Да, в городе Балашиха в Московской области произошел пожар на территории торгового центра «Стройтракт». Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Я уже говорил, это почти все здание. Ну да, там еще два квадратных метра. Туалет стоит во дворе, типа сортир. Он не сгорел. Вот еще раз про Балашиху. Там что-то серьезное. В Балашихе обрушилась кровля горящего гипермаркета. Комментарии. «Строймаркеты горят почему-то». Интересно. Это все с Твиттера. А, интересный комментарий. «Позывной Кутузов работает. Я вам давно говорил, надо Кутузова поднимать, чтобы сжег Москву нахрен». Так. А вот еще интересный комментарий. Наверное, товарищ знает. «Сварщики перемещаются с объекта на объект. Очень много заказов». Да, сварщики. Да, что-то варили и загорелось. Загорелось. Суд в Вильнюсе. В Вильнюсе. Ну-ка, что там? Брауниус, привет. «Постановил снести дом Москвы». Да ну, правильно, давно пора. Так, хорошо. Еще какой-то дом Москвы. «Ваши бойцы практически голые. Из медицины один жгут. Мобилизованные из Кемерской области записали видео губернатору». Нифига себе, голые, да. «Диетолог назвала самые вредные новогодние блюда». «Диетолог». «А ты что там?» «Салаты». «Салаты». Это ужасно. Это вредно. Так, а что еще? Ну, кроме салатов, что-то еще есть вредное? Так, жареное мясо или курица. Также лучше отказаться от колбас и копченостей. Еще газированные напитки тоже вредны. Да-да-да-да. Так, проблема. Так, это что за проблема? Ну, открывайся уже. Открывайся. В ходе СВО, ну, это СВО, это сволочная операция. Погиб 58-летний Владимир Петров из Тверской деревни. Нифига себе призвали. 58 лет мужику. Так, цены на такси в Костроме взлетели до небес. Еще и такси. Так, Владимирский Белый дом. Я думал, Владимирский Централ. Нет, Белый дом какой-то во Владимире. Оштрафовали на 600 миллионов рублей. И за что? Ну, просто оштрафовали. Надо кого-то штрафовать. Так, еще раз. Большой пресс-конференции с Путиным до Нового года не будет. Да вот так. Скоро начнут давать за неправильные слова по 10 лет колонии. Так. Так. Блога констатирует, что нынешние российские репрессии уже мало чем уступают репрессиям 30-х годов. Ну, так, да. Москвичей предупредили о резкой смене погоды. Ну, что будет? Жара плюс 20? Нет, не знаю. Какая-то смена. Ох, ребята. Заголовок. Тюменская порнозвезда чуть не погибла. Тюменская порнозвезда. Это как воронежский Оскар, да? Чуть не погибла. Ну, не погибла, нет. Так. Школьник получил пулевое ранение. Где? На контрольной? Нет. В Кузьминском лесопарке Москвы. Так. В Саратове мужчина убил родственника из-за спора о внучке. Уснувшего в винном отделе Кировчанина закрыли на ночь в магазине. Так. Он пояснил стражам порядка, что пришел в магазин вечером и уснул. Так. Новая Зеландия ввела санкции против 23 граждан РФ за распространение дезинформации о войне в Украине. Молодцы, Новая Зеландия. Молодцы. Так. Это что еще? Глава Олимпийского комитета США поддержала допуск россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года без флагов. Ну, и без трусов. Да, можно, можно. Все поугарают. Завербованные. Какое слово дурацкое. ЧВК Вагнера Зеки просят вернуть их с передовой обратно в колонии. Да, ну, конечно. Да, очень охота. А в тюрьме сейчас ужин. А короны? Обратно хотят в тюрьму. Мобилизованные из Кемерской области записали видеообращение к губернатору региона Сергею Цивилеву. Ну, я вам говорил уже, да. В котором пожаловались на то, что им выдали плохое аммунирование и экипировку. Сам чиновник, вот которому они написали все это, да, женат на родственнице президента России Владимира Путина. Да, ему, конечно, нам наплевать. Наплевать им. Еще и родственник. А у меня тут на этот случай есть какая-то фразка. Мы отправим под суд всех ваших дружков, родственников, соседей по даче, сослуживцев. Ну, придет время, придет время, да. Опа, это что еще? Конституцию России перевели на язык жестов, сообщает московский комсомолец со ссылкой на ректора Российского государственного университета Андрея Хазина. Версия для слабослышащих. Ну, то есть это на язык жестов. И что там? А, вот первые два жеста. Вот и вот. Вот так вот. Я уже перевел. Это практически вся Конституция. И последнее, что у меня. Гудков, Дмитрий Гудков. В России приближаются перемены, говорит в интервью Deutsche Welle, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков. По его мнению, ну-ка, интересно, что будет, что будет. Сначала будет военное поражение. Ну, это как бы ясно. Потом начнутся процессы, раскол элит, протесты, война в Украине изменит всю систему международной безопасности. Ну, вообще-то что-то будет, конечно. А, тут еще выступал Невзоров. Он интересные вещи говорил. Я себе хотел пометить. Ну, просто так вспомнил. Типа того, что Путина, в принципе, спецслужбы там США, Израиля могут грохнуть там за два часа. Но его не трогают, потому что не мешают ему. Вместо того, чтобы с Россией воевать там какими-то ракетами, да, проще Путина оставить в живых. И он сам развалит Россию. Не знаю, я не согласен. Это все делается за счет Украины. В Украине гибнут люди. Мне кажется, если бы его грохнуть, все быстрее бы случилось. Сразу бы и войска куда-то вывели назад, ну и так далее. Вот такие у меня мысли на утро. Рыженький спит. Пока. С вами доктор Влад.